Привет, ты слушаешь АВП. Это Honor 20 Pro. Самый мощный, самый глазастый и самый дорогой смартфон компании. Обзор на него не сделал, только ленивый, поэтому, чтобы не повторяться, опущу подробный разбор характеристик, уверен, вы их знаете лучше меня. Да и внешку сильно трогать не буду, всё-таки это очень субъективный параметр. Весь хронометраж уйдёт на тесты производительности, фото возможностей и опыт эксплуатации. Странные цифры на экране это тайм-коды, по которым вы сможете найти нужный вам раздел. Начать, конечно же, стоило с камеры, но фото возможности Honor 20 Pro и так разобрали просто по винтику, так что для начала поговорим о производительности. Стеклянный корпус смартфона скрывает внутри себя 7-нанометровый процессор HiSilicon Kirin 980, GPU Mali-G76 MP10, оперативной памяти 8 ГБ, постоянной 256 ГБ. В Antutu, очевидно, мы получим солидные цифры даже в сбалансированном режиме, а если ещё и производительные включить, то вообще супер. Но до Snapdragon 855 Кирюши всё-таки далековато. Для примера мой Xiaomi Mi 9 набирает почти 370 тысяч баллов в Antutu и при этом практически не троттлит. А вот с Honor 20 Pro всё не так однозначно. Результаты второго 15-минутного прогона на ваших экранах. Цифры это, конечно, хорошо, но как Honor 20 Pro работает в реальной жизни? В плане интерфейса и работы системы всё ожидаемо отлично. В качестве оболочки выступает Android 9, поверх которого накатили Magic UI 2.1. Да, тут непривычный по смартфонам Honor MOI, хотя разница мизерная. Подробнее расскажу немного позже в опыте эксплуатации. Куда ещё девать такую мощь, как не в игры? Специально подобрал 5 тяжёлых игрушек, 2 из которых входят в список поддерживаемых фирменной технологией GPU Turbo 3.0. С полным списком поддерживаемых игр можете ознакомиться по ссылке в описании. PUBG уже всем изрядно надоел, так что запустил Fortnite. Настройки на максимум, правда частота кадров не меняется на 60, можно выставить только 30. Тем не менее, и в сбалансированном режиме, и в производительном игра летает без единого намёка на лаги, баги и вот это вот всё. Управление чёткое, задержек никаких нет, играть можно с удовольствием. Real Racing 3 довольно старая, но всё ещё прекрасно выглядящая и тяжёлая игрушка. Настрой графики нет, играется всё так же без намёка на лаги, вид из кабины или сзади, неважно, в любом случае всё летает. Игра, в которой Xiaomi Mi 9 раскалился до невероятных температур Arc Survival Evolved. Режим производительности включён, настройки Epic и несмотря на то, что летает всё практически без лагов, нагрев опять же сильный. Специально для таких случаев займел вот такой геймпад от компании Jasmine. Он без лишних примочек, джойстиков и прочего. Нужен только для того, чтобы удобнее держать смартфон и за счёт двух вентиляторов сзади охлаждать его. Для потных каток очень заходит, потому что руки тоже обдуваются. Но давайте к игре вернёмся. С оптимизацией беда, поэтому на стопроцентную плавность рассчитывать не приходится. Иногда бывают лёгкие затупы, но на получение удовольствия от игры это особо не влияет. Darkness Rises одна из самых красивых игр на сегодняшний день для мобильников, но при этом и довольно требовательная. Но Honor 20 Pro вывозит её на максимальных настройках и без единого намёка на трудности. Плавно, красиво и реально залипательно. Mortal Kombat X замыкает пятёрку и тут без сюрпризов. Всё летает и останавливаться надолго на этом не будем. О производительности можно сказать одно. Её достаточно. Причём для любых задач и с запасом на пару годиков. Перейдём к камерам. По рейтингу DXOMark Honor 20 Pro занимает четвёртое место с отрывом от лидера всего 2 балла. Результат сногсшибательный, но это тест от профессионалов. Узрите же фотки простого юзера. Основной модуль 48 мегапикселей. Sony IMX 586. Хорошо знакомый мне по Xiaomi Mi 9. Диафрагма 1,4. Какая-то умопомрачительная цифра. Кто без гугла вспомнит смартфоны с таким же значением? Добавьте к этому оптическую стабилизацию, электронную стабилизацию, а и стабилизацию. И получите то, что сейчас видите на экране. Днём более-менее научились снимать все, но вот ночью умеют это делать единицы. И Honor 20 Pro среди них. Вот вам небольшой пример. Ширик тут на 16 мегапикселей. Диафрагма 2,2. Угол обзора 117 градусов. Фотки получаются обычные, но это не значит, что всё плохо, а наоборот в хорошем смысле обычные. Вообще комментировать фото сомнительное занятие. Кому-то нравится поярче, кому-то и засветы даже заходят. Поэтому оставлю в описании полноразмерные фотки для самых любопытных. Самое интересное это телевик. 8 мегапикселей с трёхкратным оптическим зумом. Штука очень крутая, появляется масса сценариев для использования телефона. На самом деле, нашлёпать годных кадров можно не сходя с одного места. Про 2-мегапиксельную камеру для макросъёмки даже говорить ничего не буду. Очевидно, она тут количество ради. Фронталка целых 32 мегапикселя. Та же самая, что и у Huawei P30 Pro. Не знаю, что там было у ITpedia. У меня никаких проблем с этим не возникло. Фотки получаются классные. Для инсты зайдут на ура. Видео пишется 4К 30 фпс или 1080p 30 или 60 фпс. В режиме замедления 720p 960 фпс. Особой похвалы заслуживает стабилизация. Для примера сравнения 20 Pro с Xiaomi Mi 9. Это просто нереально. Когда в первый раз это увидел, челюсть буквально устремилась к полу. Не думал, что на такое способны смартфоны. Как будто для съёмки используется полноценный трёхосевой стабилизатор. Итого имеем просто шикарнейший набор для фотографа-любителя всего за 35 тысяч рублей. Очень понравилась ночная съёмка, зум и стабилизация. Первое, что бросается в глаза при выключении экрана, вырез. Я очень привык к капельке в Mi 9. И первое время это сильно смущало. Первое время это примерно минут 30. На самом-то деле, хрен редкий не слаще. Давайте уже поскорее изобретайте фронталку под экраном. Потому что всё остальное это тупо костыли. Гораздо сложнее было привыкнуть к IPS дисплею после AMOLED. Всё это на любителя, но учитывая, что флагманов на IPS днём с огнём не сыщешь, это скорее даже плюс. Живёт смартфон от одного заряда долго. По крайней мере, таких страданий, как с Mi 9, я не испытывал. К концу дня стабильно оставалось более 30%. Отдельное спасибо за это функции «Умное разрешение». Honor 20 Pro работает под управлением Android 9, поверх которого накатили Magic UI 2.1.0. Это тот же AMOLED, но с несколькими фирменными сервисами, вроде магазина Honor, специфической подборкой тем и обоев экрана. И наличием в некоторых базовых приложениях, вроде магазина тем того же, рекламы. Эдакий закос под Xiaomi. Многие относят к недостаткам смартфона отсутствие влагозащиты. Разъём для наушников и флеш-карты. Ну, позвольте. Влагозащита стоит денег. Беспроводные наушники как-то надо продавать. А 256 гигабайт памяти для большинства потребителей даже с избытком. С другой стороны, отсутствие стереозвука и беспроводной зарядки – вот это настоящая проблема. Хотя тут опять же каждому своё. В итоге Honor 20 Pro – приятный сбалансированный смартфон, от покупки которого вы точно испытаете массу положительных эмоций. В комментариях жду ваше мнение, особенно от тех, кто со смартфоном уже долго. А на этом не прощаюсь. Переди вас ждёт пара интересных видосов. Субтитры сделал DimaTorzok